Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Exeged пришел библейский вопрос. Зачем читать Священное Писание каждый день? Апостол Павел на этот вопрос Тимофею отвечает следующее. Что все Писание богодухновенно, полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Дабы был совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Мы же вкушаем трапезу ежедневно, умываемся, спим, работаем, отдыхаем, чаек попиваем ежедневно. Читаем новости, смотрим телевизор, что уж там сегодня произошло. Есть множество вещей, которые питают наше тело и питают нашу душу. Правда, мы и продукты едим, искусственные, не то что неполезные, часто вредные. Информационный мусор преобладает в потоке новостной ленты. Ничто не просеивается через сито доброты, правды и полезности. У нас в голове смрад, в душе пустота, и тело состоит в сплошных Е2-Е4. Описание Бога Духновенно — это Слово Божие, которое нас оживотворяет, нас очищает, выразумляет и научает. Ведь не просто эта книга Матфея, Луки, Иоанна или Марка, Павла или Якова. Это книга Духа Святого, которая по Марку, по Иакову нам дана. Автором книг Священного Писания является Дух Святой. Апостолы Христовы — соавторы. Они выступают как соавторы этих текстов. Каждый писал, как видел, как слышал, как понимал, но совершенно не погрешаем в основных богословских истинах. Когда они писали о несказуемом, они не пригрешали. И когда мы слышим эти слова, мы с Духом Святым общаемся. И мы живем, движемся и существуем. Когда ты молишься, ты Богу говоришь о своих нуждах. Ты просишь Его о прощении грехов, о решении земных проблем. Ты можешь хвалить Его и прославлять. А как же услышать ответ? Вот. Слово Божие, обращенное к тебе, находится в этой книге. Через молитвы мы говорим с Богом, через Писание Бог говорит с нами. И нас учит, обличает, исправляет и наставляет в праведности. И когда ты часто, ежедневно читаешь Писание, ты со временем начинаешь плавать в нем и понимать Дух Его. И когда возникает какой-то простой или сложный, нежитейский вопрос, ты и не знаешь на него ответа. В первую очередь ты пытаешься понять, а как бы сказал Христос. «Соответствует принято мной решение евангельскому духу, не противоречит ли оно Ему». На этом одна история вспоминается другая, третья, четвертая. Как бы сам евангельский дух тебе скажет, а соответствует ли это заповедям блаженства. Ты не принесешь ли вред другому человеку, не пострадает ли кто-то из-за того, что ты добиваешься вроде бы правильных целей, но не евангельскими средствами. И человек, прочитавший единожды Новый Завет, он не сможет поступать по-евангельски. Он какую-то канву понял, такими очень широкими стишками, как сквозь тусковое стекло, как действительно писал апостол Павел. В принципе, что-то понятно, но не очень. И человек растет и по-другому воспринимает этот текст, по-другому понимает. Он растет вместе с текстом. Ведь важно не просто знать, сколько там волхвов пришло поклониться Христу. Важно понимать, как жить во Христе так, чтобы быть с Ним и в земной жизни, и в вечности. Вот это важно. Но у нас больше времени на чтение новостей, чем на чтение Писания. А помните, как митрополит Антоний Сурожский, решивший окончательно покончить со всем вот этим, в дни своей молодости, пришел домой, открыл Евангелие от Марка, стал читать и понял, что здесь рядом находится живой Христос. Опыт не для каждого человека, но не он один об этом говорит. Слово Божие преображает нас. Бывает, что ты читаешь один и тот же текст сотни раз, и вдруг вот сегодня оно приобрело для тебя какую-то критическую ясность. Ты понимаешь, что вот это сказано именно тебе. Вы сталкивались с этим, наверное. Если нет, то еще предстоит. Если читать Писание часто, то вот этих встреч с живым Христом будет больше. Желаю всем вам понуждать себя к началу чтения. Потому что тяжело не читать, тяжело начать. Тяжело сесть, тяжело открыть, тяжело начинать. А потом читаешь и остановиться не можешь. А если еще толкование почитать? На библейском портале «Экзегет» собрано огромное количество замечательных толкований. Читайте прямо с сайта. Непонятное слово, непонятная мысль. Открываешь любое толкование древних отцов или современных авторов и проясняешь, о чем же писал 2000 лет апостол Яков, допустим. Я недавно с удивлением и ужасом узнал, что огромное количество православных христиан не читают Священное Писание не потому, что книги нет или потому, что в телефон нельзя закачать текст, а потому, что убеждены, что его надо как в храме читать стоя. А знаете, а некоторые даже спорят, когда ты говоришь, зачем дома стоя? В Сирии читаете. Вы что, батюшка? Да вы как бы не нашего духа. Наш батюшка говорит только стоя, только зажженной лампадкой, только в платочке, только с молитвой перед чтением Писания. Ну, потому и не читаю, потому что у меня шестеро детей, какие платочки, какие лампадки, какое временно? 5-7 минут? Нет, никак. В календаре читаю сегодняшнее евангельское зачало, и всё. Мы не читаем Писание, потому что излишне благочестиво к нему относимся. Сядь спокойно в кресло, облаготись, начни читать. Положи рядом толкование. Открой в телефоне толкование на компьютере. Или хотя бы без него. Просто начни текст читать. Ты прочитаешь намного больше, сидя. И я вас уверяю, это действительно реальная проблема. Сколько я в своих соцсетях об этом не писал, каждый раз находятся сотни людей, которые пишут, вот это, батюшка, у меня глаза открыли. А я не читал Писание, потому что очень тяжело. Приходишь домой, уже не до этого, вот совсем не читается. Даже если вы перед сном, вместо того, чтобы листать бесконечно ленту новостей в ваших телеграм-каналах, откроете скачанную Библию, Новый Завет перед сном, и почитаете лёжа, и у северя вас молния не ударит громом от неблагоговейного отношения к тексту. Пусть ты будешь засыпать с мыслью о Христе, с мыслью о том, как исполнить это в своей реальной жизни, а не о том, как у нас всё плохо, а будет ещё хуже. Как ты поспишь? Что посеешь, ты пожнёшь. Батюшка, мне приснилось, как к этому относиться. В общем, читайте Писание как можно чаще. Протестанты читают всегда и везде, в любой непонятной ситуации, и нас в любой евангельской беседе за пояс затыкают насчёт раз. Мы ориентируемся в богослужении, худо-бедно знаем стихотцов, особенно пророчества о последних временах, греческих знаем хорошо стихотцов, а только становится вопрос, а что же Христос говорил? Тык, мык, тык, не знаем. Поэтому пусть протестанты будут вам в обличении, которых вы так не любите, все они там в аду сгорят, всё будет ужасно у них, только мы спасёмся. Нам бы вот их уважение, их любовь к Писанию хоть чуть-чуть, уже бы мы смогли бы к ним на равных обращаться, могли бы им говорить, как правильно понимать Писание, и было бы меньше протестантов, было бы больше православных христиан. А так мы Библию имеем, золотые обложки их упакуем, целуем, благоговейно лобызаем, а что внутри, не знаем. Давайте переходить, в конце концов, от внешнего содержания к внутреннему. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok